По традиции новый, важный для региона проект губернатора Нижегородской области представляет лично. Глеб Никитин запустил работу портала «Команда 800». Цель – вовлечь жителей города и экспертов в узких областях в подготовку празднования юбилея Нижнего Новгорода. Основная идея – дать возможность высказаться всем. Все прекрасно помнят, как объединяющей идеей для нас всех стал чемпионат мира. Это была точка сборки. Все собрались, сфокусировались на задачи, открыли свои сердца миру. И благодаря этому мы оказались действительно таким образцом, что ли, витриной гостеприимства и русского характера. И я уверен, что вот к этой дате, к 800-летию, мы сможем не только повторить вот это единение, которое охватило всех нас, но выйти на новый уровень в этом смысле. И сделать так, чтобы это единение стало наследием, долгосрочным наследием 800-летия. Чтобы идеи стали проектами, решено использовать портал «Команда правительства». Там появилось дополнительное поле – «Команда 800». Стать частью этого сообщества может любой. Все, что требуется – авторизоваться через госуслуги. Так можно – стать экспертом и оценивать чужие идеи, предложить свой проект с планом мероприятий и примерной сметой. Или предложить идею. За реализацию могут взяться специалисты. Самая главная задача 800-летия – это объединить всех нижегородцев. Чтобы было создано все условия, чтобы каждый нижегородец смог нести свой вклад в 800-летие. Стать частью истории нашего города. Ограничений по количеству проектов нет. А вот направления уже определены. Просвещение, события, цифровые технологии, медиапроекты и кино, туризм, городская среда. Данные перечень не являются закрытым, не являются исчерпывающим. И каждый член команды 800 может предложить свой собственный проект, который также может быть рассмотрен. Если у кого-то проект не попадает в турную категорию, или кто-то не понимает, к какой сфере относится его проект, является смежным, например, и цифровой, и в области просвещения, то, в принципе, это не должно его останавливать и поддаваться он может в какую область он пожелает. Нижегородцы смогут поддержать чужой проект или высказаться против его реализации. Чем больше лайков, тем лучше. У нас в Нижнем Новгороде очень много ребят, которые делают что-то в городском пространстве, делают своими руками, делают по своим инициативам, и нам кажется важным поддержать их начинание. Команда 800 должна одновременно решить городские проблемы и устроить праздник. Но для этого необходима поддержка нижегородцев. Когда объединяемся мы все вместе, когда правительство является инициатором этого проекта, нам это все интересно, и тогда есть возможность, что вообще все будет хорошо. Юбилей — это не просто прибраться и что-то помыть и почистить. Юбилей — это попытаться использовать шанс на изменения. Эксперты, вдохновленные презентацией, уже планируют проводить масштабные мероприятия федерального уровня. Чтобы каждое событие, как сказал Глеб Сергеевич, либо был стартом какой-то традиции, либо настолько ярким событием, чтобы об этом говорили за пределами города и области. Вызывает интерес дата проведения праздничных мероприятий. Когда же Нижнему Новгороду официально исполнится 800 лет? В зале презентации команды возникают споры. Звучат варианты. 30 мая, 12 июня, 19 августа. И самый холодный день — 4 ноября. Губернатор принимает решение, что юбилей не должен длиться один день. Предложение такое комплексное, чтобы учесть все прозвучавшие мнения, чтобы мы 12 июня 2019 года стартовали. 12 июня 2021 года открыли цикл мероприятий, посвященных празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. И 19 августа увидели бы кульминацию. И как раз к второму воскресенью сентября ориентировочно бы, собственно, закончили этот цикл. Регистрация для участников открыта. Мы подсмотрели, как готовит презентацию проекта «Наш край» Екатерина Чудакова, директор по развитию Нижегородского областного информационного центра. Оказывается, в месте, где издают в основном газеты для взрослых, давно мечтали сделать журнал для детей. Интерактивный, с игровой составляющей. Издавать планируют ежемесячно. Основная тема — история Нижнего и районов области. Мы подходим к такой мощной дате 800-летия. И нам очень важно, чтобы наши дети, у меня у самой сына 9 лет, знал максимальное количество информации о том городе, где он живет и где собирается жить. Нижний Новгород ждет такой юбилей, которому нет аналогов. Александр Шеломцев, Михаил Геродников, Александр Фомин. Итоги недели ННТВ.